Пришел на пляж покупаться и позагорать, будь готов бороться за свое место под солнцем. Свободный песок на сегодняшний день – это роскошь. И несмотря на то, что в законе Украины понятия «платный пляж» не существует, арендаторы продолжают оккупировать территорию. История Ксении и ее семьи – случай не единичный. Она решила прийти на пляж отдохнуть со своим ребенком. Все по закону, за топчан платить не собиралась, а значит вход бесплатный. Но на практике оказалось иначе. Они с матами кидали топчаны на двух молодых мам с детьми. Мы попали на эту ситуацию, поняли, что нам точно так же нужен песок, они выкидывали подстилку, что нас это сейчас ждет. Мы подошли к топчану, попросили парня в белой футболке убрать топчан. Он сказал, что это не в его компетенции. Мы отодвинули топчан сами, и к нам сразу же подбежал старший смены, Денис его зовут, вышвырнул нашу подстилку практически на голову ребенку и назад кинул топчан. По словам Ксении, разрешительные документы, которые им показал администратор, недействительные. На них нет то печати, то подписи. Да и в самом договоре указано, что арендатор может только предлагать услуги, а не навязывать их отдыхающим. Кроме того, законных пяти метров бесплатной зоны от уреза воды пляжники тоже не увидели. Когда мы стали говорить, что где же тут пять метров, нам стали говорить, что мы не видим, у нас плохо со зрением, и тут есть пять метров. И доказать мы это сможем, только если мы придем с рулеткой. Мы вот этот вот маленький бой выиграли, когда нам первый день разрешили занять место законное, подходили как минимум человек десять и спрашивали, что вы делали, почему вам уступили место, и почему вы так быстро, хотя полчаса, это по их мнению, так быстро отвоевали себе место. Мы поняли, что люди в принципе не знают своих прав. Мы тоже решили ощутить на себе, каково это, выслушивать хамство арендатора в разгар заслуженного отдыха. Едем на десятую станцию фонтана. Вполне ожидаемо, я не нахожу места на бесплатной территории. Отодвигаю шезлонги и расстилаю подстилку. Через мгновение несколько охранников окружают меня и требуют освободить платный пляж. А в чем проблема? В чем проблема, может просто кто-то захочет на этом месте на шезлонге побежать. Ну, я не хочу поделиться шезлонгом, а хочу лежать здесь. Здесь же бесплатный пляж. Много места другого, мне обязательно нужно двигать шезлонги. А у вас есть желание подвигать шезлонги? Да, у меня есть желание. А с чем оно связано? Рома, не разоваривайся. С тем, что я хочу отдыхать на бесплатной пляж. Девушка снимает, залививаясь. Если надо кому-то жигули, то делаем по скидке, если надо. А вы любите шутить, да, я вижу? Нет, что еще, дачу, думаю, продавать, но попозже. Следующая станция – пляж Отрада. Он почти полностью заставлен топчанами. Администратор точно так же не рада меня видеть. Вот смотрите, посмотрите внимательно на эту схему. Я хочу перевести вот со Жлобского на русский. То, что здесь написано. Видите, вот написано «бесплатный пляж». И вот написано 140 метров. Это означает, что вас посылают. Если вы хотите пройти к войну, подчеркиваю, у нас все пляжи бесплатные. Проход на любой пляж свободный. Доступ к воде для общего водопользования свободный. На Лонжероне прилечь тоже особо негде. Законные 30% зоны без шезлонга выглядят явно скромнее. Но, видимо, из-за постоянных скандалов, пичбой здесь чуть вежливее. Но здесь другие проблемы. Размещение предприятий общественного питания на пляже совершенно недопустимо. Совершенно недопустимо. Это, извините, то, в чем вы будете лежать и то, в чем вы будете купаться. Это все, что с них смывается. То же самое здесь не очень хорошо с ливневой канализацией. Здесь очень плохо с видом на морской горизонт. Да, вот мы идем и что мы видим. Аркадия – конечный пункт нашей ревизии. То, что этот пляж является самым проблемным в городе, ни для кого не секрет. На всем побережье расположены ночные клубы и платные шезлонги. С 30% свободы тут даже не пахнет. Из четырех проверенных пляжей первое место в нашем антирейтинге заслуженно занимает Аркадия. Серебро у пляжа на 10-й станции Фонтана. Здесь арендаторам легче избить своих отдыхающих, нежели предоставить им законное место на песке. Третье место – Лонжерон. Хоть нас никто и не выгонял, прилечь на этом пляже на песке почти невозможно. Четвертое место достается от Раде. Пляж, на котором поскандалить и отстоять свое право на бесплатный отдых, нам чудом удалось. При том, что у нас пляжей и так не хватает, об этом мы уже говорили, их реально не хватает, ну, не для отдыхающих, так называемых туристов, которых мы почему-то ждем. Непонятно только, куда они должны ходить. Центра города не осталось, ни театров, ни музеев нет. И пляжи фактически на них тоже не рассчитаны. На фоне тотального беспредела на Одесском побережье директор управления инженерной защиты уволился по собственному желанию. На выход ему указал лично мэр города. Кроме того, на ближайшем исполкоме ожидается публичное расторжение ряда договоров с нерадивыми арендаторами. Светлана Довжук, Григорий Евич, телеканал «Репортер».